В 2023 году Россия и Китай договорились построить грузопассажирские пункты пропуска через Большой Уссурийский. А совсем недавно, в мае, во время визита президента Владимира Путина в Поднебесную, была подписана концепция совместного освоения острова. Это решение вынашивалось 20 лет. Теперь, видя перспективы, частные инвесторы замотивированы вложиться в развитие острова. Речь идет о 19 инвестпроектах на общую сумму больше 100 миллиардов рублей. С момента подписания соглашений мы начали получать и продолжаем получать поток предложений от инвесторов, которые сейчас нужно синхронизировать между собой. Создание погранперехода, в первую очередь, это то, что расшивает весь проект. То, где мы вместе должны навалиться, выдержать все сроки, потому что это витрина России. Здесь на нас смотрят полтора миллиарда наших соседей, и спотыкаться нельзя. Погранпереход и инфраструктуру, связанную с ним, проектировать и реализовывать начнем уже в этом году, с тем, чтобы к 26 году погранпереход был открыт. Помимо погранперехода, помимо дороги, мы планируем завести инвесторов на создание международного парка дружбы народов. И это дружба не только двух народов России и Китая. Это все страны Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в дружбе с нашей страной. На российской части острова планируется построить туристический развлекательный комплекс с режимом беспошлиной торговли. Он будет соединяться с Хабаровской набережной и канатной дорогой длиной в 2,5 километра. По первой очереди проекта предусмотрено создание гидротехнических сооружений для защиты от паводков, инженерных сетей и автодороги от моста до пункта пропуска. Также здесь возведут российско-китайский туристический деловой центр, гостиницу, музей мировых шедевров архитектуры под открытым небом, зоны отдыха. На все это требуется 30 миллиардов рублей частных инвестиций. Следом на территории появится крытый горнолыжный комплекс, скейт-парк, торговый комплекс, парк аттракционов, кинотеатры, кафе и рестораны. С китайской стороны остров, как они его называют, Большой Черный Медведь, это самая восточная точка Китая. При создании туристической инфраструктуры должного уровня турпоток может быть практически бесконечным. 14 миллиардов рублей инвестиций намерены вложить в строительство производственного транспортно-логистического комплекса с режимом таможенного склада в Хабаровске. Это будет производственный порт рядом с Амуркабелем для обслуживания грузов международного транспортного коридора Большой Уссурийский на российской стороне, что создаст почти 2500 новых рабочих мест. Сегодня на участке есть причалы и ЖД-ветка протяженностью 450 метров. По проекту предусмотрено строительство и реконструкция производственных предприятий и складов. Наш интерес – это развитие нашей промышленности, нашей индустриализации, в том числе исходя из международного партнерства. Многомиллиардные проекты по развитию Большого Уссурийского обсудили участники совещания в Доме официальных приемов краевого правительства. Оно прошло под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова в ходе его рабочей поездки в Хабаровский край. Мария Шулешко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.